Уже почти 4 часа, наверное, время начинать и открывать мероприятие, которого многие из нас так долго ждали. Я очень вижу много знакомых лиц, людей, которые были на прошлой школе. Я очень рад тому, что костяк какой-то сформировался, и они хотят и хотят ездить и получать знания, и участвовать в этом мероприятии, которое действительно для меня лично имеет очень большое значение в жизни физического факультета. Это зимняя физическая школа. Дорогие друзья, я торжественно хочу объявить открытой зимнюю физическую школу 13... 13-ю по году, но не по счету. И предоставить слово, с торжественной лекцией открыть, Юрию Демьянычу Панову, доценту кафедры теоретической физики, кандидату в физмат наук, с лекцией... Вот и вам. Спасибо. Я рад всех приветствовать. Себя хочу сказать, что зимняя физическая школа – это действительно очень яркие впечатления. Я, конечно, вспоминаю свои зимние физические школы, когда я был студентом. И могу честно сказать, что, по крайней мере, в личной жизни это играет огромную роль. То есть, незабываемые впечатления, воспоминания и так далее. И, опять же, было сказано, что старшие товарищи представят свою научную деятельность. Я этим заниматься не буду. Я расскажу лекцию, тем, которые здесь представлены, конденсат Абаза Эйнштейна, который не имеет, в общем-то, никакого отношения к моей научной деятельности. Просто я выбрал эту тему в связи с тем, что речь пойдет здесь о таких самых фундаментальных и красивых понятиях, которые давно в теоретической физике были известны как на уровне каких-то концепций. И только совсем недавно это все перешло в такой разряд экспериментальный, практический, в какую-то практическую плоскость. Появились очень красивые эксперименты, которые позволяют, что называется, пощупать все эти явления напрямую. Итак, я скажу некоторые введения, потом остановлюсь на основных понятиях, которые касаются вот этой темы, которая здесь заглавлена, как конденсатор База Эйнштейна. И сразу хочу сказать, что я сначала было подумал, что надо все аккуратненько рассказать, получить и вывести. Но потом, когда я более детально над этим подумал, я понял, что нет, надо, конечно, наступить себе на горло, не делать никаких там длинных выкладок, рассуждений. Потому что кажется, что все это просто, но если рассказывать аккуратно, то на самом деле будет долго. Поэтому я решил уж тогда уйти в другую крайность и рассказать все, скажем так, на таком уровне аналогии, на уровне каких-то картинок, на уровне рассуждений, которые кажутся обоснованными. Но, в общем, никаких, еще раз повторяю, выкладок и формул решил написать. Понятия, о которых пойдет речь, они такие, ну, самые базовые. Те, которые в арсенал физики давно-давно вошли, и все ими пользуются. Поэтому, опять же, прошу прощения. Если кто-то увидит здесь, кому-то это покажется, что это очень просто, я заранее извиняюсь. А, значит, затем, после вот некоторых там теоретических понятий, я расскажу о том, что, собственно говоря, наблюдается. Вот. И два типа экспериментов. Это наблюдение Безе-Эйнштейновской конденсации в идеальных газах щелочных металлов. Вот. И наблюдение Безе-Эйнштейновской конденсации фотона. Ну, и какие-то там заключительные слова, скажем. Так, ну вот, начать можно с того, что где-то примерно в начале 20-го века был открыт такой известный физический принцип, как третье начало термодинамики, который говорит нам о том, что энтропия любой физической системы, термодинамической системы, при стремлении, значит, к абсолютному нулю, из-за термических процессов, перестает зависеть от каких-либо термодинамических параметров, и принимает некоторое постоянное значение, одинаковое для всех систем, вот, которое можно принять равным нулю. Вот. Это экспериментально установленный факт, и следствием этого факта является то, что все теплоемкости, ну, в частности, теплоемкость, скажем, при постоянном объеме, у, значит, любых систем, должна стремиться к нулю, при стремлении температуры к абсолютному нулю. Вот. Однако, есть очень простая система, такая всем известная, как идеальный газ, у которой теплоемкость является константой, и от температуры никак не зависит. Это, ну, очень такое своеобразное, ну, как сказать, своеобразная такая ситуация, когда, вроде бы, теоретически система, классический идеальный газ, она, с ней вообще ничего не может произойти. В том смысле, что вот она на, правильно, ну, при высоких температурах, и почему бы ей не быть правильной вплоть до нуля температур. Вот. Однако, третье начало термодинамика говорит нам о том, что это не так. Что-то с идеальным газом должно произойти. Вот. То есть, он должен перестать быть вот этой системой в материальных точках. Ну, это вот такая очень странная ситуация, которая вообще в начале 20-го века несколько раз, я думаю, физиком встретилась, и, ну, вот еще одно ее проявление выглядело таким образом. Вот, значит, физики, ну, большинство, скажем так, физиков конца 19-го века считали, что физика уже, теоретическая физика уже закончена, вот, все законы основные написаны. И, как бы, в том числе и законы, которые касаются строения материи на микроскопическом уровне, они уже известны. В том плане, что это классический, конечно, закон. Рассуждение, которое, ну, говорит, говорило о том, что, конечно же, это так, звучит примерно таким образом. Вот, законы Михайловича Ютона, они управляют телами, ну, размерами, скажем, с нашу Землю. Это 10 тысяч километров. Вот. И точно тем же самым законам подчиняются, скажем, и камешек размером в один сантиметр. Разница, если подумать, да, 10 тысяч километров, это, ну, в километре там тысяча метров, еще в каждом метре 100 сантиметров, 10 тысяч. То есть это 9 порядков по размерам, так? Вот, то есть, вот, камешек и планета различаются по размерам в миллиард раз, по линейным размерам, да? А законы, которые ими управляют, одни и те же, законы классической механики. Вот. Ну, хорошо, давайте этот камешек делить пополам, потом еще пополам, еще пополам, и уменьшим его в миллиард раз. А что должно случиться? Ну, совершенно логично предположить, что ничего не должно случиться. Где этот этап, когда эти законы должны нарушиться? Тем более, что вот они в прошлое, ну, как бы, в предыдущем рассмотрении, при уменьшении там масштаба в миллиард раз с ними ничего не произошло. Почему дальше с ними что-то должно произойти? Это, как мне кажется, такое совершенно, логичное рассуждение, но оно неправильное. И вот в этом, как бы, ну, состоит такое своеобразие, что ли, физической науки. То, что логично, не обязательно является правильным. Вот. Значит, ну, в отличие от, скажем, какой-нибудь там философии, да, вот, где то, что логично, может объявиться единственным правилом. Здесь это не так. Что, собственно говоря, происходит? Ну, дело, конечно, известно. Вот. Дело в том, что, на самом деле, вот эти микрочастицы, да, это вовсе никакие не частицы в том понимании, как это, значит, понимается в классике. Вот. А это волны и частицы одновременно. То есть, имеет место корпускулярно-волновой гуализм. И, значит, выражение, что ли, которое выявляет суть этого корпускулярно-волнового гуализма, ну, или наиболее такое характерное, это, конечно же, соотношение неопределенностей Гайзенберга. Вот здесь вот оно приведено. Ну, то есть, утверждается, что абсолютно точно невозможно одновременно померить координату и импульс, значит, частицы. Ну, надо, конечно, говорить все это аккуратнее, но, значит, по сути, вот здесь вот приведено это выражение. Вот. То есть, что изменяется, когда мы уменьшаем частицу, по сути, да, вот, изменяется энергия. Этой частицы и, на самом деле, возрастает, что ли, роль вот этой неопределенности импульса, да, вот. А, значит, когда, то есть, когда у нас энергии очень большие, да, ну, можно себе вот такую аналогию примерно себе представить. Вот, когда у нас очень много денег, да, то мы их особо не считаем, да, ну, там, одно дело, скажем, когда у нас есть там в кармане миллион, да, тогда мы на сумму порядка 100 рублей не обращаем внимания. Другое дело, когда у нас в кармане только 100 рублей, тогда мы начинаем считать копейки, правильно? Вот. То есть, с ростом вот этой, вот этих энергий, импульса растет и неопределенность импульса. И в этом смысле неопределенность координаты уменьшается. Вот. Ну, а, соответственно, то же самое происходит и при уменьшении температуры, да, то есть, когда температура уменьшается, уменьшается энергия, ну, средняя энергия частиц, и возрастает вот та самая неопределенность импульса, допустим, и частицы перестают быть уже просто, ну, частицами в смысле точек, вот, они приобретают волновые свойства. Вот. Ну, а вот, что ли, другое выражение этих волновых свойств записано в виде волны Дебройля, длины волны Дебройля, и, значит, если мы посчитаем импульс, как такой средний, ну, средненный по температуре, ну, скажем, с помощью, то есть, выразим скорость, как среднеквадратичную скорость, вот, с помощью, скажем, соотношения, то есть, с помощью распределения Больцевого-Тоу или Максового, то вот мы получим выражение для волны Дебройля, в котором содержится температура. И видно, что при понижении температуры у нас длина волны возрастает. Вот. То есть, на самом деле, получается, что с идеальным газом должно происходить вот что. Материальные точки, они перестают быть материальными точками, конечно же, в модели идеального газа ничего такого нет, не заложено, но по сути, вот, как бы, должно быть следующее, что мы должны терять возможность описывать нашу систему, как систему, с помощью системы материальных точек, да? Ну, рассмотрим некоторые основные понятия, которые касаются вот этой конденсации Базейнштейна. Во-первых, это идеальный газ. Все-таки, значит, что тогда понимать под идеальным газом? Это не обязательно система материальных точек, а система частиц, что они собой представляют, как бы, это другой вопрос пока. Вот. Но важно, что эти частицы между собой не взаимодействуют. Ну, любая разреженная система, достаточно разреженная система, все-таки этому условию, ну, более-менее начинает удовлетворять. Вот. Ну, конечно же, это идеализация, ну, как и в любой теории, это идеализация, первый шаг, который обязательно надо сделать, чтобы понять, ну, какие там важнейшие свойства этой системы. Вот. И надо сказать, что в более, что ли, сложных теориях идеальный газ, даже сильно взаимодействующая система, он может появиться, как, значит, ну, что ли, система квазичастиц. То есть, когда у нас уже учтены взаимодействия между частицами и возникают называемые коллективные моды в этой системе. Вот эти вот коллективные моды квазичастицы, да, они могут зачастую рассматриваться как идеальный газ. Но при описании материальных систем и, прежде всего, микрочастиц, нужно иметь в виду, что, в отличие от такого классического рассмотрения, на квантовом уровне важнейший принцип – это принцип неразличенности. Вот. Он говорит о том, что мы не можем в многочастичной системе перенумеровать квантовые частицы так, как это мы можем сделать с классическими частицами. И формально мы за классической частицей можем проследить, вот, даже в многочастичной системе. В квантовой системе это принципиально невозможно. Если мы в какой-то момент, значит, определили состояние какой-то одной частицы, а потом в другой момент, скажем, провели измерение и, значит, получили опять характеристики какого-то одночастичного состояния, то совершенно точно мы не можем быть уверены, что это та же самая частица. Даже, ну, более точно надо сказать, что это совершенно, ну, точно какая-то наверняка другая частица. Вот. Значит, вот эта вот неразличимость, это, ну, некий принцип, такой базовый принцип квантовой механики, приводит к тому, что состояние системы, которые отличаются перестановками частиц, они должны быть эквивалентными. Состояние системы описывается волновой функцией, и, значит, волновая функция должна быть, ну, в некотором смысле, инвариантно, относительно вот этой перестановки любой пары частиц. Вот. Чтобы она описывала то же самое состояние, она может отличаться от исходной волновой функции только фазовым некоторым умножителем. Вот. Ну, если мы два раза переставим частицы, значит, один раз, потом еще раз переставим, то у нас возникнет квадрат этого фазового умножителя и исходная волновая функция. Значит, вот этот сам фазовый умножитель может быть плюс единицы и минус единицы, да? И говорят, что волновые функции многочастичные могут быть симметричными, если плюс единица, или антисимметричными относительно перестановки частиц. Вот. Совершенно такие общие базовые вещи. Вот. Соответственно, симметричными функциями описывается бозон, а антисимметричными функциями фермион. Ну, к слову сказать, эта ситуация такая однозначная только в трехмерном случае. В двумерном случае, возможно, еще энионы, так называемые. То есть, те, у которых, ну, при такой вот перестановке возникает произвольный фиксированный фазовый умножитель, да? Ну, это такая чистая теория, по крайней мере, мне неизвестны ни в смысле частиц, ни в смысле квазичастиц, а экспериментальные какие-то наблюдения вот этих энионов. Вот. Ну, конечно же, теория, как бы, такой вот странной симметрии, она развита. Вот. Ну что ж, значит, вот такая, вот такие свойства относительно операции перестановки, вот, вот, они связаны со спином частиц. И это содержание теоремы Паури, вот, которая гласит о том, что тип частиц полностью определяется их спином. Частицы с полуцелым спином обязательно фермион. Частицы с целым спином обязательно бозон. Вот. Утверждение, которое доказывается в квантовой электродинамике, ну, по сути, там, значит, построение делается следующее. Значит, строится энергия системы, вот. Ну, а энергия системы, она строится как средняя, значит, скажем, оператора Гамильтона по состояниям. В одном случае мы возьмем частицы с целым спином, в другом случае с полуцелым спином. И оказывается, что требование того, чтобы эта энергия была положительна, ну, это такое естественное требование. Вот, у частиц свободных, которые не взаимодействуют, есть только кинетическая энергия, она должна быть положительной, да. Вот. Так вот, требование вот этой положительности энергии, вот, с одной стороны, а с другой стороны, ну, релятивистской инвариантности и инвариантности относительно перестановок, вот, приводит к тому, что, значит, получается, частицы с полуцелым спином должны описываться, ну, как говорят, там, антикоммунитирующими операторами. И, значит, соответственно, у них должна вот эта вот волновая функция при перестановке частиц местами меняться. Вот. А частицы, значит, с целым спином, у них, значит, вот эти операторы, ну, относящиеся к разным частицам, операторы рождения, да, вот, они должны коммутировать. Вот. То есть это такая более-менее несложная, в принципе, эта вещь. Вот. Ну, если аккуратно делать, конечно, все не так просто. Вот. А, значит, в связи с этим можно сразу вот реальные частицы попытаться разделить, легко, как бы, это кажется, что это легко сделать, попытаться разделить на бозоны и фермионы. Вот. Вот. Если брать истинно элементарные частицы, вот, то все истинно элементарные лептоны, это электрон, ирон, там, лептон, их нейтрино и античастицы, да, вот, там, сколько их там засчитать, может, 12, да, вот, это все фермионы. Вот. У них полуцелый спин. Дальше. Все элементарные адроны, то есть кварки, вот, все, они тоже являются фермионами. Все, как бы, переносчики взаимодействия, то есть кванты полей, это бозоны, то есть это фотон, ну, глион, дальше векторные бозоны и гравитон, значит, который еще, как бы, не обнаружен, но, значит, как квант гравитационного поля, вот, он тоже является бозоном. А что касается составных частиц, там дело посложнее. Вот. Если мы возьмем составную частицу, которая состоит из четного количества фермионов, вот, у нее будет целый спин, и она будет бозоном. Вот, ну, скажем, к таким, к таковым относятся мизоны, или ядра, значит, атомов с четным числом нуклонов. А, ну, правда, надо сказать, что каждый нуклон состоит из трех кварков, и каждый нуклон является фермионом. Но если мы возьмем четное число нуклонов, то само ядро, вот, оно будет бозоном. Вот. А, значит, ну, соответственно, частицы составные, которые состоят из нечетного числа фермионов, они будут фермионы. Вот. Сказать, кого больше, кого меньше, тут уже не представляется возможность, значит, комбинаций неисчислимое множество. Вот. А, значит, еще надо сказать о том, что вот бозонами и фермионами, ну, являются квазичастицы. Но тут дело уже совершенно такое сложное. Вот. Дело в том, что какие-то квазичастицы, а, ну, это, несомненно, бозоны, но другое дело, что при описании этих квазичастиц, ну, или, точнее, при рассмотрении этих систем, там, можно перейти, от, скажем, бозонного описания к фермионам. То есть тут уже это, ну, скорее такое различие становится языковым, если угодно, да, то есть, ну, на уровне такого аппарата. Каким аппаратом вы пользуетесь? Вот. Ну, повторяю, вот, относительно реальных частиц, там, все можно сказать. А, ну, сразу же, давайте посмотрим на наших главных действующих лиц. Мы будем говорить о базе-эйнштейновской конденсации атомов щелочных металлов. Вот. Вот эти атомы щелочных металлов, это кто такие? Они бозоны или фермионы? Вот. Ну, одним из таких атомов является, скажем, натрий-23. Вот. А, тут надо считать следующим образом. А если это натрий-23, атомный вес, да, то он же щелочной металл. У него, значит, один электрончик торчит сверхзаполненного уровня. И, значит, общее число электронов у него нечетное. Если это нейтральный атом, то число электронов нечетное равно нечетному же числу протонов, да. И остается тогда что у нас? Четное число нейтронов. То есть, в целом, у нас получается бозон. Ну, то же самое, скажем, с каким-нибудь там лубидием 87. Та же самая арифметика. Вот. То есть, вот эти атомы щелочных металлов, как такие нейтральные частицы, являются бозонами. Вот. Для фермионов справедлив принцип запрета Паули. Ну, это означает, что два фермиона не могут находиться в одном и том же состоянии. Потому что тогда, если мы в такой, если это все-таки случится, да, то мы можем проделать следующую операцию. Переставить их местами. Волновая функция должна поменять знак, а они одинаковые, значит. Ну, то есть, состояние у них одинаковое. Вот. Поэтому величина, которая равна сама себе со знаком минус, это ноль. Да. Такого, значит, быть не должно. То есть, у фермионов нет возможности быть в одном и том же состоянии. Что касается бозона, такого запрета нет. В одном и том же состоянии может, в одном и том же микроскопическом состоянии может находиться любое число бозона. Вот. И это приводит к тому, что если мы будем считать средние числа заполнения, ну, вот тут, конечно, момент, который хочется так аккуратно вывести, все это аккуратно посчитать. За этим стоит очень красивая, значит, теория. Вот. Если мы будем рассматривать такую характеристику, как средние числа заполнения, то эти числа заполнения, они будут даваться нам вот такой замечательной формулы, которая, ну, в большом количестве книг по физике пишется вообще без всяких пояснений, считая, что это, ну, как бы, всем и так известно. Вот. А верхний знак в этой формуле отвечает бозоном, ну, а нижний знак отвечает фермионом. Значит, это средние числа заполнения. Вот. Ну, теперь, что называется самой базе-эйнштейновской конденсации. Значит, поскольку у, значит, системы многих бозонов, вот, есть такая возможность всем находиться в одном и том же состоянии, то, ну, появляется возможность, как говорят, сконденсироваться в этом состоянии, то есть, ну, попасть, что ли, в это состояние некоторого макроскопического числа бозона. Вот. То есть, слово конденсация, оно используется, скажем, в теории, ну, там, где-то жидкости, да, то есть пар конденсируется в жидкость. Здесь речь идет, ну, совершенно о другом явлении, такое квантовое явление. Вот. То есть, обычная конденсация, она связана, ну, с действием каких-то межмолекулярных сил. Здесь конденсироваться могут системы, в которых нет никаких взаимодействий между частицами. То есть, идеальный газ бозонов, газ невзаимодействующих частиц. Вот. А конденсируется в том смысле, что макроскопическая доля, макроскопическая, ну, эти слова означают следующее, если у нас типичное число частиц в системе, это порядка, там, 10, скажем, в 19-й, там, 10-23-й, то вот какая-то заметная доля, ну, скажем, 10, там, в 15-й, да, хотя бы уже, вот, конденсируется вот в этом состоянии. Ну, а имеется в виду, что гораздо больше. Скапливается в этом состоянии. Вот эти частицы, они образуют, так называемый, базе-конденсат. Все они пребывают в одном и том же состоянии. Вот. Опять же, если мы посмотрим на наших будущих участников, это щелочные атомы, то можно попытаться представить, а как это так? Вот. То есть, атомы, ну, вот, опять же, с точки зрения классики, да, это все-таки какие-то частицы, да, имеющие какой-то объем, и, несомненно, друг в друга их засунуть нельзя. А тут они накапливаются, их макроскопическое число накапливается в одном и том же состоянии. Что это значит? Это значит, что их не надо рассматривать как частицы, которые не могут друг в друга проникать. Это все-таки волны, которые могут, значит, образовать одно и то же состояние. Вот. Ну, все-таки скажу несколько слов о температуре базы-конденсации. Значит, тот факт, что она возможна, еще не означает, что, ну, так вот, по идее, что это явление происходит при какой-то конечной температуре. Однако, ну, такое аккуратненькое рассмотрение свойств идеального базы-газа показывает, что температура базы-конденсации должна быть отличной от нуля. Ну, все-таки вот несколько слов, что ли, о такой схеме, как к этому можно прийти. А вот если посмотреть на выражение для вот этих вот средних чисел заполнения, да, то можно понять, что вот эта вот величина, химпотенциал, обязательно должна быть отрицательной. Отрицательной. Она не может быть положительной. Потому что если бы она стала положительной, вот, то для какой-нибудь из энергий у нас бы, ну, получилось противоречие. Вот, скажем, для энергии, равной нулю, да, само вот это среднее число заполнения, оно бы стало отрицательным. Вот. А чтобы этого не произошло, химпотенциал всегда должен быть отрицательным. Вот. А дальше можно показать, что максимальное значение этого химпотенциала, оно равно нулю, да, то есть равно, ну, что ли, минимальной энергии. Ну, а эту энергию можно взять равно нулю. Вот. И тогда, значит, на уравнение для определения температуры, при которой химпотенциал, значит, ну вот, возрастая с понижением температуры, достигнет, что ли, вот этой вот температуры конденсации, вот оно, оно здесь написано. То есть, это та температура, при которой все бозоны находятся вне базоконденсации. То есть, как бы такая температура, ну, если угодно, когда весь базоконденсат испарился, вот если говорить о, ну, в таких терминах конденсации, испарении, да, вот, значит, ниже этой температуры конденсат начинает накапливаться. Вот. А, значит, аккуратненько надо вот эту величину считать, да, вот эту сумму считать, ну, предполагая, что, скажем, энергии, вот это, это энергии свободных бозонов, то есть, что-нибудь типа МВ квадрат пополам, вот, это предположить, значит, посчитать аккуратненько эту сумму, и тогда можно получить, ну, определенное выражение для температуры базоконденсации. Ну, подлежит там отдельному рассмотрению, большая она или маленькая, вот, то есть, можно показать, что она не может быть очень большой, вот, но дело не в этом. Дело в том, что она, несомненно, отлично от нуля. То есть, конденсация, базоконденсация, она происходит при какой-то отличной от нуля температуре. Вот. На самом деле, все это еще определяется тем, какой идеальный газ мы рассматриваем. На самом деле, организовать такой свободный базогаз еще не так просто. Более реальной является система, когда у нас этот идеальный базогаз находится в параболическом потенциале. Ну, просто в каком-то потенциале, который вблизи там дна описывается параболой. Так вот, в этом параболическом потенциале, у идеального газа в этом параболическом потенциале, немножко другая, значит, температура базоконденсации. Но она тоже отлично от нуля. Она тоже отлично от нуля. Вот. То есть, более реальной является вот такая, что ли, оценка температуры базоконденсации. Вот. Ну, значит, дальше. Можно вопрос от Кси, от 3 вторых, от какой-то... А, ну, там, да, действительно, вот эта зета-функция Риммана, я, как бы... Ну, это просто какое-то число. Вот. То есть, число там порядка единицы, скажем. То есть, вот там зета-3 вторых, там 2, 6, 12, там что-то такое. 2.612. Ну, зета-3, там, ну, тоже что-то такое. Порядка единицы это число. Вообще-то число. Вот. Значит, теперь по поводу наблюдения вот этой базы Эйнштейновской конденсации. Значит, все вот эти представления были развиты примерно в начале 20-го века. Ну, первые работы там Борзе, потом Эйнштейна были написаны приблизительно в 1925 году. Вот. И, значит, поскольку все это касалось, ну, базовых, основных понятий, стат-механики, квантовой механики, ну, в общем, как бы таких основополагающих принципов, то, конечно же, значит, сразу же начались поиски систем, которые, ну, являются или могут стать вот этими базе-конденсатами. И постепенно возникло убеждение, что, ну, это такая правильная, красивая парадигма, которая никогда не наблюдается. Вот. Дело в том, что вот этой базе-конденсации практически всегда препятствует обычная конденсация. То есть при низких температурах почти, ну, большинство веществ, они вообще находятся в твердом состоянии. Вот. А есть уникальное такое вещество гелий, да, он, значит, не замерзает, остается жидкостью. И, значит, на самом деле долгое время в связи с базе-конденсацией прежде всего обращались к вот этому жидкому гелию. Вот. У него есть при температуре там порядка, ну, чуть меньше 3 градусов Кельвина, есть некоторые особенности в поведении теплоемкости, которые очень похожи на те особенности, которые должны возникать в базе-конденсате. Вот. И поэтому, ну, вот первая такая, значит, система, которая реально, как бы, проявляет свойства базе-конденсата, это жидкий гелий, гелий-4, который является, ну, таким, ну, базе-жидкостью такой. Но, на самом деле, более такое последовательное, аккуратное рассмотрение показало, что там наверняка есть этот базе-конденсат. Вот. Но его, даже при нуле температур, вот если там, значит, как бы дойти до нуля температур, будет всего лишь несколько процентов. Вот. То есть, на самом деле, как бы, теория гелия, ну, что ли, успех вот этой идеи базе-конденсата в применении теории гелия был обусловлен так называемой двухжидкостной моделью. Вот, двухжидкостной моделью, где предполагалось, что есть вот эта вот сверхтекучая, ну, базе-как бы компонента и обычная компонента. Вот. Ну, и считалось, что ну и все. То есть, вот, больше никак. Потому что все остальные вещества, они вообще просто все твердые, вот, при низких температурах. Однако, значит, в 90-е годы, ну, ближе к 90-м годам, была развита техника лазерного охлаждения. Ну, это совершенно отдельная тема, вот, которая, ну, там, на прошлой зимней школе я об этом рассказывал. Вот, это совершенно, опять же, уникальные, там, красивые эксперименты, которые позволяют, то есть, ну, или развитые методики, которые позволяют получить температуры, ну, порядка мили кельвинов и даже десятков нано-кельвинов. Вот. Это уже совершенно другой температурный масштаб. Вот. И оказалось, что вот при этих температурах, при этих температурах, возможно получить базы-конденсат. Вот. Значит, ну и я, значит, тут. Ну, это просто такая картинка, то, что вот были люди, которые в 2001 году получили Нобелевскую премию, вот, значит, они приведены, Вольдом Кеттерли, значит, Корнелл и Виллом. А вот втроем они получили за, ну, такие вполне дополняющие друг друга результаты, связанные с наблюдением базы-конденсатов, именно полученных в этих, ну, с помощью вот этой технологии, значит, лазерного охлаждения. Принципиально, вот, ну, опять же, не вдаваясь в подробности, значит, какая-то принципиальная схема установки, да, где, ну, говорится, что вот так просто, значит, тут мы светим лазером, там, зажимаем эти частицы магнитным полем, вот, потом это магнитное поле, там, ослабеваемое у нас, там, наиболее горячее уходит и остаются самые холодные. Ну, вот, как-то так вот организуем, значит, всю эту систему. Значит, рядом я привожу картинку, просто, которая показывает, что в действительности все немножко сложнее, да, чем это принципиально. Так вот, значит, мне бы хотелось просто пояснить, а как можно вообще наблюдать вот этот базы-конденсат? Что в реальной, в действительности мы можем увидеть в этой системе? Дело в том, что, ну, понятно, что речь будет идти о каких-то очень, ну, пока небольших количествах вещества, которые так просто, вот, невооруженным глазом не увидишь точно, да, и потом, ну, хорошо, вот перед нами какое-то вещество, вот, допустим, его стало очень много, это базы-конденсат или нет? Вот, как это понять, вот, то есть, в отличие от обычной жидкости, где есть, там, границы, там, и так далее, тут ничего же такого нету. Ну, и вот, опять же, самая такая простейшая, основная идея, все остальное за кадром останется. Значит, состоит в чем? Вот, скажем, при наблюдении вот этого базы-конденсата атомов щелочных металлов, что реально наблюдалось? Дело в том, что можно вспомнить, что, ну, здесь вот совсем что-то ожидало, плохо видно, на самом деле расскажу. Здесь нарисован такой параболический потенциал, то есть, вот тут вот можно увидеть такую параболу. Вот, ну, и как мы знаем, у гармонического осциллятора, такого квантового гармонического осциллятора, основное состояние является, ну, вот такой гауссовой функцией, которая центрирована точно в центре потенциала. Основное состояние. Вот, значит, в базе-конденсате все частицы, ну, при нуле температуры, все частицы садятся в это основное состояние. Что должно получиться? Что мы должны увидеть? То есть, если у нас есть какой-то центр потенциала, да, то мы увидим, что при понижении температуры ни с того ни с сего, то есть, мы не прикладываем к этому никаких дополнительных усилий, в самом центре этого потенциала резко, ну, как бы, патологически резко возрастает плотность вещества. То есть, так-то, в принципе, ну, есть у нас, значит, потенциальная яма, вот, но температура разбрасывает нам, значит, вот плотность по пределах этой потенциальной ямы. А в состоянии с базе-конденсатом в самом центре, повторяю, без дополнительных усилий, кроме вот понижения температуры, резко возрастает плотность вещества. Вот как это должно наблюдаться. Ну, и действительно, значит, эксперименты, они прямо так вот и показывали, прямо такую картину и показывали. То есть, вот при температурах, ну, видимо, еще выше базовой конденсации у нас есть такое, ну, обычное, там, распределение, скажем, этих частиц. Но при некоторой температуре вдруг в центре потенциала возникает резкий пик и при дальнейшем понижении температуры, вот он, собственно говоря, только и выживает. Вот. Собственно говоря, ну, там можно оценить его, почему там и так далее. Это вообще отдельная ситуация. Вот. Ну, и в динамике, это, ну, с понижением температуры в динамике, эта картина выглядит таким образом. Вот здесь вот у нас есть такое широкое термальное распределение, а вот температура понижается, 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 и вот этот пик плотности становится совершенно таким резким. Вот. Ну, точно такие же наблюдения проведены были и, вот, скажем, для Рубидия 8,7, вот, значит, Корнолом и Лимоном. Вот. И снова абсолютно такая же картина. С понижением температуры, ну, здесь температуры, что интересно, они гораздо ниже, ну, можно там, опять же, понять, почему. Для более тяжелых атомов там, значит, масса внизу температуры должна быть пониже, ну, так и есть. Вот. То есть при 400 нанокельвинов еще у нас такое широкое распределение, но примерно при 200 нанокельвинов возникает этот резкий пик, он дальше становится все более и более резким. Ну, вот, да, обратите на это, что ли, внимание. Конечно же, этим вся история не заканчивается. Конечно же, можно проводить множество других наблюдений. Ну, например, что можно сделать? Можно взять и организовать такой двухъявный потенциал. У нас будет в одной яме базоконденсат и в другой яме базоконденсат. И при определенных, значит, условиях можно сдвинуть эти ямы, и тогда эти два базоконденсата начнут интерферировать. И мы снова увидим интерференцию, но уже таких волн, которыми являются на самом деле атомы вот этих щелочных металлов. Мы увидим их интерференцию, интерференционную картину. Ну и так далее. То есть тут это на самом деле, ну, то, что я рассказал, это самое начало. Дальше еще очень много чего нет. Ну, еще я хотел обратиться к такому, что ли, классическому случаю базонов, как фотоны. Вот все, вообще вся эта теория базоконденсации, она началась с фотонов. Но с фотонами, вроде бы, базоконденсации достичь невозможно. Потому что, если мы возьмем, ну, скажем, такое, возьмем какие-то тепловые фотоны в какой-то полости, да, то их количество, их плотность, она будет определяться температурой этой полости. Как только мы будем понижать температуру, их просто там станет мало, и все. Куда они денутся? Поглотятся стенками, да? Вот. Поэтому, вроде бы, хотя это такой самый первый пример бозонов, с которых вся квантовая механика началась, но вроде бы, значит, базоконденсации достичь невозможно. Оказалось, что нет, возможно. Но только надо, как бы, создать такую ситуацию, когда у нас количество фотонов в полости не определяется температурой. Вот. Развязать два эти параметра. Вот. И это было сделано совсем недавно, работа, значит, в нейчик появилась в 2010 году. Вот. Следующим образом. А полость, ну, опять же, там сложная экспериментальная установка, там мелко, чуть-то она выглядит, даже рассказывать не буду. Вот. Но суть в том, что у нас стенки полости, ну, это на самом деле такие сферические зеркала, вот, они являются одновременно и флуоресцирующими, флуоресцирующими веществом. Мы это вещество облучаем некоторым внешним источником, тоже лазером, скажем, да? Вот. И тогда количество фотонов в этой полости, оно будет определяться не температурой, а, грубо говоря, интенсивностью накачки вот этих стенок. Вот. То есть мы можем при, ну, скажем, конкретной фиксированной температуре иметь совершенно разную плотность вот этих фотонов внутри полости. Повторяю, и тепловое излучение, и эти две величины, они связаны, ну, просто однозначно, да? Чем выше температура, тем больше плотность. Вот. И связь абсолютно однозначная. Вот. А здесь, получается, нет. Мы имеем фиксированную температуру, да, она и не важна, в принципе, тут. Вот. Но мы можем получить внутри вот этой полости любую плотность, значит, вот этих фотонов. И что происходит? Вот картинка вполне аналогична тому, что происходит у нас для бозонов, ну, вот тех вот, для щелочных, атомов щелочных металлов. При одной, значит, плотности накачки у нас есть, ну, такая плотность внутри этой сферической полости, которая, ну, однородная, распределена так более-менее равномерно. Ну, на самом деле там имеется некоторый такой слабый пик, который должен быть в центре. Вот. Но при некоторой критической плотности накачки вдруг в центре раз и возникает очень резкая, резкий пик вот этой плотности. То есть происходит базоконденсация вот этих фотонов. То есть это тоже оказывается возможным. Вот. Ну, значит, еще раз в качестве заключения повторю основную мысль. Вот. Я, значит, не пытался даже рассказать все, что есть в этой тематике. Кому интересно, я думаю, следует начать с лекции, собственно говоря, вот этих нобелевских лауреатов, которые, значит, в Уфуэне на русском языке доступны. Вот. И там есть многочисленные ссылки, которые вам позволят разобраться в этой теме, если вам интересно, более подробно. Ну, все. Я тогда закручу. Может, у вас вопросы кто-нибудь хочет задать какие-нибудь? Нет, есть. Борис? Вопрос есть? Маленький. Допустим, вот, как мы меряем количество, в зависимости от координат, количества базаря там, или... Можно ли оптически обнаружить вот такой базаря? Это именно оптически обнаружено. Вот этот пик плотности, пик плотности обнаруживается именно оптически. То есть, ну, опять же, есть там, помимо, скажем, лазеров, которые там охлаждают, или еще что-то делают, и лазеры, которые, ну, как бы настроены таким образом, что они дают информацию именно о плотности вещества в этой системе. То есть, вот... А по аспектам, если основная с поглощением... Ну, конечно, то есть, там, как бы, у нас, ну, определенные, ну, скажем так, определенные частоты излучения приходят куда-то в приемник, вот, и мы смотрим там, ну, грубо говоря, делаем фотографии этого распределения. Тут в этих экспериментах, ну, связанных с человечными атомами, что хорошо, что там видна картина в таком реальном пространстве, да, в реальном пространстве, да. То же самое, конечно, наблюдается и в К-пространстве там, или в пространстве импульса, вот, но там-то сложнее интерпретировать. А тут, значит, вот именно в реальном пространстве, то есть, это реальные фотографии. Они, конечно, не такие красивые, равноцветные получаются, как здесь, потому что потом, после обработки все, да, но, значит, тем не менее, это вполне реальное наблюдение. Вот, в том-то и особенность, что то, что 70, ну, в течение 70 лет назад считалось, ну, абсолютно недостижимым, что мы это никогда не увидим, да, вот оказалось, что нет, это можно все наблюдать абсолютно так, непосредственно. А можно еще? А вот сверхтекучесть гелия, это же, она как-то объясняется именно у вас? Возоконденсатом? Ну, а вот, собственно говоря, еще раз я повторю эту мысль, что первая модель, да, которая объясняла вот эту сверхтекучесть гелия, это была двужидкостная модель. И одна из компонентов, это как раз вот сверхтекучие, ну, компоненты, то есть, ВЗ-конденсат. Вот. Но, безусловно, весь гелий, вот жидкий гелий, не может быть ВЗ-конденсатом, потому что, ну, это просто жидкость, и там очень сильное взаимодействие между частицами, то есть, это не идеальный газ. По-другому надо вычислять, там, вот эти средние числа заполнений, и так далее. То есть, все это, ну, все это надо пересчитывать, вообще говоря. То есть, все эти понятия, которые мы для идеального газа ввели, они, ну, такое слабое взаимодействие в системе, в жидком геле, очевидно, неприменимы, да? Вот. Ну, а вот сверхпроводимость, это, допустим, металл, это тоже как бы сверхтекучесть или литорно получается? Вот смотрите, то есть, явление, безусловно, связано. В каком смысле? Что как только вот в сверхпроводниках образуются куперовские пары, они тут же, ну, они же являются бозонами, они тут же выпадают вот в это состояние ВЗ-конденсат, и вот возникает такое коллективное, там, значит, микроскопическое квантовое состояние сверхпроводящее. Но температура, температура определяется для, ну, обычных сверхпроводников, по крайней мере, совсем другим фактором. Она, это не температура базы-конденсации, а температура связи, то есть, температура, ну, которая обусловлена вот тем, как легко или сложно разорвать пару, саму вот этот бозон разорвать. Вот. Существует теория, которая, ну, предполагает такой переход от БКШ, описание, когда у нас есть рыхлые пары, вот, и температура, их образование гораздо ниже температуры базы-конденсации, к другому пределу, когда у нас есть уже достаточно сильные пары, и они, значит, появились выше температуры базы-конденсации, а потом произошла базы-конденсации, вот. То есть, ну, есть попытки, значит, создать такие вот единые теории. Илья Владимирович, может быть, я прослушал, а могли бы вы подробнее, когда мы смотрим, например, на изолированный атом, мы можем как-то сказать, что он в основном в состоянии находится в каком-то возбужденном? Я вот, первая серия экспериментов с атомами-широчных металлок. Нет, там есть, как бы, состояние-то много. Ну, состояние-то много, а мы можем сказать, что он в каком-то конкретном находится? Или, допустим, в массиве вещества определить, что, допустим, в основном в состоянии какой-то процент из них, за счет каких эффектов мы можем продлевать? Нет, ну, как бы, чтобы там атом хотя бы уже рассеял, свет, иммунальный, там, какое-то возбужденное состояние перейти, вот, актуально, атом, который в основном состоянии просто не увидим, да, если он никак не произойдет действие. То есть, о чем лечит? То есть, реально, вот, то, что у нас какой-то процент атомов оказался в основном состоянии, то есть, это, соответственно, тому, что мы, допустим, при растении света их не видим. То есть, соответственно, у того, как раздачно, насколько там процент атомов. У меня схема самого эксперимента. Нет, ну, это, скажем так, отдельный вопрос. Ну, дело в том, что атом-то в основном состоянии, но фотон, который он встречает, это возбуждение для него, и он, если там, как бы, условия резонанса выполнены, он с какой-то вероятностью, значит, перейдет в возбужденное состояние. И в этом-то плане мы его увидим, да, то есть, он рассеет как-то свет, а мы его улучшим. То есть, сам труб в основном состоянии, но он же взаимодействует со светом. Ну, конечно же, я еще раз повторю самое главное, да, что я рассказал только самые такие, ну, базовые вещи. Вот, то есть, критерий, тот самый в виде температуры базовой конденсации, это, на самом деле, не единственные критерии в этой теории, да. Существует, ну, по крайней мере, там, спиток еще других критерий, которые, в том числе, применило уже и в случае взаимодействующих вот этих вот базонов. То есть, там, ну, какие-то более общие теории, да. Но тогда, значит, ну, надо просто аккуратненько пересматривать все основные понятия. То есть, что мы называем базоконденсатом, что это за система такая, в каком смысле это базоконденсат. Да, то есть, тут, как бы, надо понимать, что так вот просто напрямую перенести все понятия неправильно. Надо возвращаться к началу и пересчитывать все, пересматривать по всей системе. То есть, можно, в принципе, взять какие-нибудь базоны и конденсировать их не в наименьшем энергетическом состоянии, а в другом. Знаете, какие-нибудь условия, при которых базоны с высшей энергии будут вылетать, изменьшить тоже будут? И получить аналог тоже базоконденсат? Ну, не запрещено, да. То есть, они в любом состоянии могут накапливаться, но тут-то им, как бы, немного, как бы, наверное, странно накапливаться. Вот просто облаживаются. Создается местная населенность, там тоже получается. Как бы базоконденсат, который когда обваливается, получается, как-то в лазерные случаи. Да, ну, вот, как бы, в лазерах конденсата нету. Ну, я понимаю, да, создаётся метроскопическая заселённость, какого-то там, в верхнем уровне. Да. Ну, можно просто где-нибудь, как бы, не в экспериментальных условиях, а в реальном мире, можно ли наблюдать конденсат? Возможно, есть, возможно, теоретические его существования в мире. Если нет, в космосе можете... Да. Ну, вы имеете в виду так, в природе он где-то образовался или нет? Да. Ну... Ага. 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 Наверное, ответ «да». Потому что бозоны, они разные бывают, да. Вот. И... Ну, другое дело, как бы, что является, что будет являться, ну, что ли, доказательством существования этого бозоконденсата. Какие-нибудь там, не знаю, вот, открыли бозоны Хиггса, да. Они вот сконденсируются в основное состояние, массу породят. Масса есть же у нас. Тогда это проявление бозоконденсата Хиггса, что ли? Вот этих бозонов Хиггса. Вот. Ну, вот. Понимаете? То есть, об этом надо говорить. Что является подтверждением существования? То есть, это будет проявление большой массы. А? Ну, проявление большой плотности и, соответственно, и большой массы бозонов, да? Нет. То есть, это не то, что повышенная плотность. Нет. Ну, вот, те проявления, о которых я говорил, да, это вот такое первое, самое, что бросается в глаза, да. То есть, если у нас система, находится вот эта база система, идеальный газ, база газ, находится в таком параболическом потенциале, то у него в центре этого потенциала должна макроскопически, то есть, ну, как бы с точки зрения такого теплового движения, катастрофически возрастать плотность. Вот. Да, это так. И, ну, в импульсном пространстве это будет выглядеть так. Все они остановились. Вот. То есть, как бы, то есть, да? Ну, что-то такое. Ну, то есть, в системе центромассами все стоят, конечно, вот эти вот частицы. Вот как-то так это будет выглядаться. Ну, а если брать другие базоны, они же разные бывают. Вот. То, что там считать базой конденсации? То есть, как она там проявляется? Это надо рассматривать. Зависит от того, что это за система. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.